Случился кризис, есть санкции, очевидное такое повышение цен. Но это не одна, не единственная, не самая главная причина еще, потому что вообще хочется к земле, как говорится, с возрастом. Хочется, чтобы был какой-то участок, куда можно было бы приезжать с семьей, с ребенком, чтобы здесь расслабиться и покопаться. Вот такой медитативный процесс посадки и поставить качель, может быть, бассейн, в общем, чтобы иметь возможность отдыхать. Тем более сейчас пока не очень понятно, куда можно ехать, учитывая, что границы в том числе закрыты. Выставила участок садовый продавать. У меня спрос, трое человек хотели посмотреть, на один день их записала. И одни позвонили, говорят, все, мы у тебя забираем без просмотра. Я говорю, хорошо, отдаю. Тех, кто их обзвонила, сказала, что уже нашелся покупатель. Она говорит, я даю тебе на 30 тысяч больше, я забираю. Вот вам яркий пример, насколько сейчас популярны сады. На самом деле это определенный тренд в этом есть, да, потому что в связи с таким нестабильным ситуацией на рынке, да, то есть большое количество людей хотят вложить свои средства, отчасти с точки зрения сохранения этих денежных средств, отчасти с точки зрения инвестиций, да, там планируют как-то их приумножить, это возможно. Это определенный тренд даже вот в условиях загородной недвижимости. Очень большой спрос, спрос больше, чем в прошлом году. Мы уже вторую партию привезли, вот как бы разбирают. Даже мне кажется, те, кто не сажал картофель, в этом году будут сажать. Убирать свои газоны и сажать картофель. А почему там вот такой ажиотаж-то? Ну, видимо, в связи с этими событиями, со всеми санкциями, с поднятием цен на овощи, на все продукты, я думаю, что только из-за этого. Морковка взяла, думаю, куда-то вам морковку, может быть, посыплю, тоже куда-то не представляю, но хочется, попробую, получится, может быть. Но самое главное у меня, вот в саду все равно красота, хотя, конечно, я уже теперь думаю и про овощи. Ну, как-нибудь совместим приятное с полезным. Субтитры сделал DimaTorzok